друзья добрый день с вами александр назаров и 29 видеобзор новостей на рынке недвижимости новосибирска россии и мира самая главная новость прошедшей недели это то что наша компания подключилась еще к этому проекту на самом деле не к уникальному проекту для новосибирска загородный комплекс поляна верды это новый проект он существует около года многие из вас уже поляна верды отдохнули на там классные рестораны классный шикарнейший термальный комплекс да вообще очень такое атмосферное место единение с природой это полноценный апартамент из кухни и спальней со всем необходимым сервисом от управляющей компании покупая данные апартаменты вы сможете получать доход от сдачи в аренду есть две программы с гарантированный доход или доход котловым таким способом мы на этой неделе записали полноценный обзор данного проекта сейчас монтируем в деталях рассказали сколько можно зарабатывать показали номера показали весь проект буквально каждую деталечку мы вам представим на следующей неделе подписывайтесь на наш канал следите за нашими новыми видео это крайне привлекательная возможность для инвестирования в готовую в готовую действующую недвижимость в новосибирске главный архитектор рассказал о продлении михайловской набережной главный архитектор новосибирска александр ложкин рассказал что сейчас ведется большая работа по продлению михайловской набережной также о планах вернуть реку городу сообщила и вице-мэр анна терешкова в итоге это должен быть единый комплекс сейчас идет первая стадия проработка технических вопросов вопросов земли пользования принятия всех необходимых управленческих решений далее будет разрабатываться концепция и создан дизайн проект работа по продлению набережной ведутся как в октябрьском районе так и в железнодорожном и заельцовском решаются вопросы по выносу пескобаз которые там есть рассказал главный архитектор города застройщики ведущие строительство возле набережной помогает муниципалитету в реализации этого проекта понятно что они заинтересованы в этом так как набережная повысит привлекательность их объектов как говорится в постановлении мэрии о проекте планировки территории расположены между димитровским и четвертым мостами на правом берегу оби новосибирске должна появиться новая благоустроенная набережная протяженностью около 3 километров с речным портом и причалом территорию собираются развивать в два этапа до двадцать пятого года построить набережную а до 2030 года планируется реконструировать парк городское начало местные власти неоднократно высказывали идеи по расширению городской набережной в идеале она должна протянуться от бугринского моста до заельцовского парка если задуманное удастся воплотить то длина набережной составит более 10 километров отличная новость очень нужная города до самом деле даже не в набережной счастья вдоль обе расположено большое количество промышленных таких территорий или вообще заброшенных не эксплуатируемых территорий частного сектора и конечно же этим нужно заниматься нужно дать горожанам доступ к реке а нужно конечно же благоустроить нужно конечно же дать возможность отдыхать и жителям и гостям сибирска около воды организовать речной транспорт какие-то аттракционы запустить на набережную большое количество каких-то коллективов проводить мероприятия творческие студии детские какие-то концерты делать запустить уличных актеров музыкантов чтобы ну вот эта вот событийность она прям радовала глаз хотелось просто проводить время на набережной открыть кафе рестораны может быть какие-то небольшие интересные магазинчики то есть дать возможность не просто гулять не просто ходить но и оставаться дольше на набережной есть радоваться веселиться в чем-то участвовать это конечно отличная история и во всем мире она пользуется спросом она повышает привлекательность города повышает привлекательность локации да и логично в этот город хочется приезжать хочется покупать там недвижимость хочется инвестировать комнаты с видом апарт-отель хотят построить рядом с мегой в новосибирске очень спорное конечно место но давайте посмотрим о чем идет речь мэрия новосибирска выдала разрешение на строительство апарт-отеля в кировском районе на улице мира это я так понимаю что та самая знаменитая росточка разрешение на строительство действует до конца января 25 года апарт-отель будет пятиэтажным общей площадью 2081,1 квадратных метров рассчитан на 71 номер 62 номера будут студиями 9 апартаментами разрешение на строительство получил специализированный застройщик мега апартс директор совладелец компании виталий темишев еще 50 процентов фирмы принадлежит дмитрию пчеле на конец 22 года компания отчиталась нулевой выручки и чистом убытке в 210 тысяч рублей виталий темишев также является директором о новомаркет строй до засилие апартаментов в новосибирске и каждому проекту конечно нужна такая очень серьезная сегодня уникальность чтобы стать привлекательным для горожан если вы новосибирец если вы интересуетесь развитием города если вообще знаете город или возможно живете в этом месте то вы понимаете что это очень смелое решение на улице мира строить комплекс апартаментов ничего не сказано про концепцию комплекса не сказано про управление будет ли там какой-то гарантированный доход или собственно говоря это просто будет комплекс который будет сдаваться в аренду и не будет продаваться не будут продаваться там апартаменты нет никакой визуализации этого проекта поэтому пока рано его критиковать или выносительно рассуждение но можно только предположить что я бы если и открывал там апарт-отель то скорее всего сдавал апартаменты в аренду почему-то мне кажется что именно вот такая концепция от собственника чтобы именно девелопер этого проекта сам реализовал эту идею она была бы более правильно потому что когда будет в этом проекте все распродано разным людям и не дай бог там не будет единой управляющей компании которая будет забирать эти апартаменты на управление то в этом месте это может превратиться вон в непонятную такую историю с не хочется смуту вносить в проект но очень много внимания нужно уделить концепция поэтому виталий тимишев дмитрий пчела вот вас к этому призываю возможно у вас все уже сделано и проект ваш выстрелит будет крайне успешен новосибирцам показали дизайн проект сквера имени бугакова управление по благоустройству общественных пространств мэрии города новосибирска запускает общественное обсуждение дизайн проекта общественной территории ограниченной улицами кирова и подромская центром сибирь хоккайдо и проездом вдоль кирова 3 в октябрьском районе города новосибирска об этом сообщили в пресс-центре муниципалитета рабочее название проекта сквер имени юф бугакова инициатива увековечить память советского и российского политического и хозяйственного деятеля принадлежит депутатам законодательного собрания новосибирской области да такая заброшенная территория конечно просится там сделать хороший хороший сквер хороший парк не знаю что в итоге там будет организовано но хочется может быть даже больше чем просто обычные дорожки благоустроенные обычные скамеечки посмотрим что говорится еще в новости проектируемая территория сквера на протяженностью 0 25 километра площадью 3,69 гектар участок в окружении плотной застройки остро нуждается в рекреационной зоне с достойным и разнообразным благоустройством настоящий момент там отсутствует освещение лестницы тротуары скамейки и урны обсуждение пройдет в онлайн формате на портале зеленый новосибирск с 25 октября по 8 ноября двадцать третьего года публичная презентация и обсуждение проекта состоится 27 октября ничего не сказано про детали проекта поэтому если вам интересно в нем поучаствовать вот подключайтесь онлайн формат или вот на публичную презентацию этого проекта приходите новосибирская область вошла в топ-10 регионов по спросу на новостройки до новосибирск последнее время бьет все рекорды новосибирская область заняла первое место в топ-10 регионов по количеству ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках за январь октябрь жители региона оформили кредитов на 5 и 6 миллиардов рублей москва и в подмосковье заняли первое и второе места по количеству ипотечных кредитов краснодарский край и санкт-петербург также вошли в топ-3 регионов по данному показателю новосибирская область показал самый большой рост спроса на новостройки в полтора раза по сравнению с прошлым годом в августе продажи квартир в новостройках новосибирска составили рекордные 15 миллиардов рублей в двадцать третьем году планируется ввести около 2 и 4 миллиона квадратных метро жилья что на 11 и 9 процентов больше чем в двадцать первом году алтайского производителя сульфатов купили москвичи сто процентов акции алтайского предприятия кучук сульфат были проданы на аукционе цена составила более 10 миллиардов рублей новым владельцем химпроизводства стала московская компания информация об итогах торгов доступна на портале гис торги новым владельцем полного пакета акций кучук сульфата стала московская а о росхим 132 с половиной тысячи акций единственного в россии производителя сульфата натрия отошли новому владельцу за 10,36 миллиарда рублей изначально на конкурс по продаже акций кучук сульфата поступило лишь две заявки и обе были отклонены как несоответствующие требованиям претендент юрлицо не подтвердил перечисление задатка в установленный срок а потенциальный участник предприниматель не предоставил все необходимые для участия в закупке документы в день проведения аукциона на портале гис торги появилась информация что новым владельцем сульфатного производства станет ранее не фигурировавшая в списке участников данных торгов а о росхим очень интересно как такое может быть по некоторым данным компания может иметь отношение госкооперации ростех на это намекает ее нынешние названия и то что ранее молодой организации были переданы в управление несколько крупных российских химических производств количество кинотеатров в сибири сокращается количество кинотеатров в сибири сократилась на 11 процентов за три года больше всего кинотеатров закрылась в алтайском крае кемеровской области и туве основной причиной закрытия кинотеатров является падение сборов из-за отсутствия иностранных кинолент и высокие арендные ставки но по арендным ставкам я бы конечно тут поспорил потому что кинотеатры всегда такой инфраструктурный объект субъект который всегда садится на верхние этажи и на низкие арендные ставки или процент с оборота является таким поток образующим бизнесом поэтому наверное жаловаться на арендные ставки но было бы неправильно а вот отсутствие иностранных кинолент и потеря в свете этого тоже интереса из зрителей новосибирской и собственно говоря россии кинотеатров он точно присутствует двадцать втором году в сибири закрыли 6 кинотеатров с января 21 года по октябрь двадцать третьего года число кинотеатров в сибири уменьшилось на 11,1 процент пандемия и отказ иностранных компаний от сотрудничества с российским рынком также оказали отрицательное влияние на отрасль выручка организации в сфере кинопроката сокращалась 21 года двадцать третьем году выручка может увеличиться на 18 20 процентов до 80 миллиардов рублей участники рынка надеются на сохранение динамики за счет оригинального контента и правильной маркетинговой политики на самом деле конечно выпускается много фильмов в россии за последнее время много чего интересного появилась хотя есть разные мнения и все вообще могут быть полярные того что в россии нет никакого кинопроизводства до в россии самое лучшее производство на самом деле очень много и сериалов и и праздных лент когда ты начинаешь в интернете все это искать и смотреть ты можешь найти с удовольствием посмотреть почему многие из них не идут в кинотеатрах лично мне непонятно я от этого бизнеса далек в кинотеатре я не был давно а если вам есть что сказать на эту тему как давно как часто выходите в кинотеатр и зачем что последнее вы посмотрели какие фильмы вам больше нравится смотреть пишите в комментариях с удовольствием почитаю и пообщаюсь на эту тему новосибирцам рассказали как оформить недвижимость в другом регионе 26 октября новосибирский роскадастр провел горячую телефонную линию по вопросам оформления недвижимости в другом регионе экстерриториальный принцип оформления недвижимости позволяет подать документы независимо от местонахождения объекта на территории страны это экономит время и средства собственников позволяем оформить документы не выезжая из региона проживания но тут даже доказывать ничего и объяснять не надо возможность оформления по экстерриториальному принципу предусмотрена федеральным законом номер 218 фз о государственной регистрации недвижимости документы можно подать в любом офисе центра мои документы все-таки в ногами нужно приходить а так было бы удобно раз сидишь дома и делаешь собственную сделку в МФЦ и или в рамках выездного обслуживания филиала ппк роскадастр по новосибирской области получить информацию о порядке оформления можно по телефону в ведомственного центра телефонного обслуживания росреестра 8 800 134 34 звонок бесплатный из любого региона страны стратегия развития сибири предусматривает строительство двух новых железных дорог в китай план реализации стратегии социально-экономического развития сибирского федерального округа предусматривает формирование двух новых железнодорожных коридоров в кнуэр первый коридор должен пройти от нижневартовска до белого яра и от таштагола до урумчи второй коридор должен пройти через туву и перейти границу россии и монголии через погранпереход цаган толгой арс сурь продолжение по второму коридору должны быть подготовлены к двадцать четвертому году в начале октября президент рф владимир путин поручил подготовить доклад о возможном строительстве северо-сибирской железнодорожной магистрали к первому марта двадцать четвертого года власти кемеровской области и синь дзынь югурской автономный район обсуждает строительство линии от таштагола до урумчи ну на самом деле это конечно очень интересная новость даже одна из таких прям масштабных на которая даст серьезный толчок к развитию сибири и не только сибири конечно же за этим нужно наблюдать и я думаю что все будут только рады все стороны что если этот проект будет реализован отделение почты россии продадут в счет погашения долгов почтам ты выставят на торги о как гендиректор почты россии михаил волков признал напряженную ситуацию с финансами у предприятия на компания начала программу реализации непрофильных активов для погашения накопленных долгов почта россии собирается продать часть своих зданий в счет погашения долгов речь идет о почтам так расположенных в центрах городов в объектах культурного наследия и памятниках архитектуры такие здания очень сложно перестроить а вложить денег нужно значительно больше накопленный долг почты россии по итогам 22 года составлял 133 миллиарда рублей ужас какой я был в полной уверенности что у почты все хорошо мы же видим как заполоняет почта россии все сферы чем только не занимается оказывается находится в печальном финансовом нет не в печальном напряженной ситуации с финансами сейчас почта россии сотрудничает с профильными участниками рынка недвижимости для формирования стратегии по работе с такими активами о со мной не сотрудничает почта россия а в новосибирске между прочим есть очень интересные объекты почты россии и в интересных локациях которые очень были бы интересны инвесторам участникам рынка причем судя по новости почта россии даже готова оставаться в качестве арендатора таких объектах понятно что наверняка почта не будет готова платить высокие арендные ставки но тем не менее это все равно договорной процесс обладание недвижимостью в крайне привлекательных локациях которая всегда будет пользоваться спросом и всегда будет расти в цене но это возможно будет дополнительным бонусом для таких инвесторов давайте наблюдать за тем что будет происходить может быть представители почты россии пишите звоните мы вам поможем на новосибирском рынке срок кредита на покупку недвижимости для бизнеса в сбере увеличен до 25 лет очень интересная новость для бизнеса сбер увеличил срок кредита на покупку недвижимости для бизнеса до 25 лет более 80 процентов корпоративных клиентов могут получить кредит по упрощенной программе без финансовых документов максимальный срок кредита увеличен в два с половиной раза с 10 до 25 лет по факту это сейчас будет ну наверное самый привлекательный программой для бизнеса потому что ну вот насколько я владею информацией максимальный срок кредитования бизнесу 10 лет если сейчас его увеличили два с полной раза логично что проценты по таким кредитам они сразу становится меньше логично кредит становится более доступный это может стать дополнительным стимулом для получения кредита и покупки недвижимости для своего бизнеса или может быть даже арендного бизнеса появилась возможность оформить кредит без первоначального взноса отсрочка выплаты основного долга выросла до двух лет нововведение распространяется на недвижимость на этапе строительства в том числе слушайте но прямо сказочные условия сбербанк выдает единственное что сегодняшняя ситуация особенно после повышения ключевой ставки проценты по кредиту все равно остаются очень высокими и нужно очень внимательно оценивать и свое состояние состояние и состояние рынка анализировать и недвижимость которую вы планируете покупать чтобы куда-нибудь не вляпаться застройщики наращивают затраты на рекламу и открывают новые коммуникации вот такая новость для вас и я на самом деле тоже это вижу что объем реклама застройщиков и всевозможных методов продвижения резко последнее время вырос ну потому что логично если новосибирск является одним из городов в котором больше всего спрос на новостройки объема продаж логично застройщики борются за на место на под солнцем расходы застройщиков на интернет рекламу значительно выросли в августе в яндекс расходы увеличились на 42 процента за год привлечение каждого клиента обходится девелопером все дороже почти половина покупателей недвижимости в москве приходят с рекламы в яндексе вконтакте и одноклассники так а больше ничего и нет пользователи выбирают недвижимость поисковиках классифайдах и на сайтах девелоперов объекты коммерческой недвижимости чаще ищут оффлайн и на классифайдах рост рекламных бюджетов застройщиков начался в прошлом году девелоперы активно развивают форматы нативной рекламы и открывают новые каналы коммуникаций включая телеграм знаю что еще блогерам чаще стали девелоперы обращаться поскольку все таки на местном рынке это имеет значение и какие-то рекомендательные форматы от блогеров они рынку заходят хотя точно также я получал обратную реакцию от застройщиков что как-то уже разочаровались в местечковых блогерах и не очень их рассматривает на себе я чувствую все чаще тоже обращение застройщиков но на самом деле мы сами активизировались за последние полтора года и пошли в формат работы с застройщиками с проектами бизнеса класса элит класса как в коммерческом сегменте как и при продаже квартир поэтому мы сами очень много выпускаем материалов по разным проектам и коммуницируем застройщиками и это точно такая взаимная польза как для самих застройщиков как для продвижения их проектов среди нашей целевой аудитории так и для нас поскольку такая коллаборация она конечно очень полезно иностранные названия жека предлагают запретить в россии но на самом деле не только иностранные названия жека но и вообще в названиях разных бизнесов вывесок об этом идет речь но поскольку у нас новости про недвижимость мы затронем название жилых комплексов в госдуму внесен законопроект о запрете иностранных названий жека в россии инициаторами законопроекта является депутаты единороссия предлагается закрепить выполнение названий жека на русском языке цель законопроекта прекратить практику присвоения названий на иностранных языках планируется внести изменения в градостроительный кодекс и 214 фз закон может вступить в силу с 1 января 25 года профессиональное сообщество и застройщики ломают голову над словами которые как бы будут показывать дороговизну и говорят что в русском языке вообще дефицит таких слов потому что англоязычные названия все чаще и чаще появляется в жилых комплексах бизнес-класса премиум-класса бизнес-центрах и так далее но вот хотя если честно если посмотреть сейчас и проанализировать проекты и эконом формата повышенного комфорта полным полно комплексов с английским названием были написано латиницей в целом наверно это правильное движение должно быть больше конечно русскоязычных названий но я бы так вот категорично не рубил этот сук потому что на самом деле если задумаешься над неймингом то столкнешься очевидно столкнешься с с проблемами именно присутствие слов которые можно описать там тот продукт который застройщик выводит на рынок но давайте посмотрим в россии предложили называть здания именами спроектировавших их архитекторов кстати говоря хорошая идея представитель комитета госдумы по строительству и жкх сергей пахомов призывает закреплять имена архитекторов за зданиями министр строительства и жкх ирек файзулин говорит о длительной ответственности специалистов за объекты дискуссия возникла на пленарной сессии международного строительного чемпионата пахомов планирует обсудить с минстроем вывод вопроса название зданий в правовое поле возможно создание нового закона об архитектурной деятельности файзулин считает предложение пахомова интересным и обсуждаем в минстрое реализация принципа будет зависеть от заказчиков которые должны поставить табличку с авторами проекта ну то есть все таки эта табличка с авторами проекта на здании хотя была бы прикольная такая история чтобы комплекс назывался по фамилии архитектора хотя понятно что архитектор проектирует не одно здание и таких зданий может быть несколько но наверняка возможны варианты то что у архитекторов часто очень интересные красивые фамилии например особняк кричкова жилой комплекс ложкин загородная резиденция буслаев архитекс ну да фантазировать можно и что-то в этом есть что-то в этом есть выйти на клик с 24 года заработает сервис по открытию бизнеса онлайн с 24 года в россии появится сервис для открытия бизнеса онлайн счета в банке и получения электронной подписи в режиме один клик сервис объединит несколько операций необходимых для открытия и ведения бизнеса включая регистрацию бизнеса открытие счета и получения электронной подписи дистанционное открытие счета возможно для клиентов банка прошедших идентификацию или для пользователей единой биометрической системы Сейчас регистрация ИП занимает 3 рабочих дня, но с помощью сервиса можно будет зарегистрироваться за один день. Цифровые сервисы для предпринимателей постоянно улучшаются, чтобы сделать получение услуг проще, доступнее и быстрее. Сбербанк участвует в эксперименте по предоставлению комплексного сервиса «Старт бизнеса онлайн». Открытие счетов по биометрии сопряжено с высокими требованиями по безопасности и требует инвестиций и доработок. Да, очень своевременная история, хотя на самом деле давно нужно было это сделать. Все делать быстро, все открывать мгновенно. Понятно, что нужно обращать внимание на безопасность, но в России много чего сделано в плане всевозможных онлайн-сервисов. И мы зачастую даже впереди планеты всей. И открытие компаний и счетов онлайн – это было бы очень даже к месту и еще чуть-чуть Россию вывело вперед в этих вопросах. Объем спроса на офисы в Москва-Сити в 3,5 раза превысил показатель 2022 года. Уровень вакансий в офисах Москва-Сити составляет менее 4%. В зданиях классов А и Б-Плюс в Сити экспонируется 49 тысяч квадратных метров офисов. Средизвешенная запрашиваемая ставка аренды в классе А составила 41,9 тысяч рублей за квадратный метр в год. Сумма купленных и ориентованных площадей в Москва-Сити за 9 месяцев 2023 года составила 156 тысяч квадратных метров. Этот объем в большей степени сформирован за счет реализации башни «Тайм» и крупной сделки по покупке верхних этажей башни «Спейс». В связи с этим активно ведутся переговоры по строящимся офисным объектам. За Москву радостно, за Новосибирск грустно. У нас тоже существует спрос, и он достаточно высокий, как на аренду, как и на покупку крупных офисных площадей. К сожалению, на Новосибирске очень мало строится офисы недвижимости, а существующий офисный рынок, существующие бизнес-центры уже морально устарели. И в них просто вакансии практически нет никакой. Небольшие площади еще можно арендовать, но когда речь заходит о 2, 3, 6 или 7 тысяч квадратных метров, а такие запросы есть сегодня, купить в Новосибирске нечего. Да и, собственно, арендовать. Аналог проектного финансирования могут применить для ИЖС. Правительство обсуждает формирование аналога проектного финансирования для ИЖС. Предлагается использовать счета из КРОУ для безопасных сделок с недвижимостью. Законопроект предлагает гарантировать сохранность средств на сумму до 10 миллионов рублей в рамках системы страхования вкладов. Обсуждается изменение в налоговый кодекс, освобождающий подрядчиков от уплаты НДС. Цель – привлечь крупные строительные компании и снизить стоимость постройки ИЖС. Банк Дом.РФ первым запустил ипотеку на ИЖС с использованием счетов ИСКРОУ в июле текущего года. Да, в наших обзорах такая новость тоже была. Это хорошая новость для рынка загородной недвижимости, для загородного такого девелопмента. Вот тоже, как и в предыдущей новости, за Москву, наверное, радостно, за Новосибирск грустно, потому что в Новосибирске вообще практически отсутствует такой централизованный девелопмент загородной недвижимости. Есть один-два застройщика, кто работает в сегменте эконом-комфорт, строит поселки такие загородные. Но в формате элитной недвижимости нет вообще ни одного проекта и ни одного застройщика, который бы активно на этом рынке поработал. Мы только на прошлой неделе обсуждали с одним из участников рынка такой проект. Он планируется комплексное строительство загородного поселка, поэтому тоже подписывайтесь на нас, следите за новостями. Я думаю, что в какое-то обозримое будущее, в светлое обозримое будущее, такой проект мы выведем на рынок. На складах стран СНГ почти нет свободных площадей. Да, собственно, и в России, в городах нет свободных площадей. Мы буквально на днях завершили исследование складского рынка Новосибирска для одного из наших клиентов. И вот одна цифра, показывающая уровень вакансии в Новосибирске. 1,4%. 1,4% вакансия складов класса А и Б в Новосибирске. Это крайне мало. И вот вы сейчас видите график. Вот такой график сделали по объемам ввода от складов класса А и Б по всем предыдущим годам. Прогноз на следующий год. И отдельный график наложили уровень вакансии. Вы видите, что происходит с вакансией в последние годы. Но переходим к новости. Доля свободных площадей на складах в странах СНГ заметно снизилась. Спрос на качественные складские площади растет вместе со стоимостью аренды. Самые высокие арендные ставки фиксируются в Центральной Азии. В Белоруссии ставка на свободные площади аналогичного класса составляет 78 долларов квадратный метр год. В условиях низкой доли вакантных площадей проекты новых складских комплексов становятся все более востребованными. Объем потенциального спроса в исследованных странах составит не менее 1,1 миллиона квадратных метров до 2025 года. А в Новосибирске мы дали прогноз, что за ближайшие 3-4 года будет введено 1,5 миллиона квадратных метров складов класса А и Б. С января по сентябрь 2023 года объемы продаж недвижимости на Кипре выросли почти на 20%. За 9 месяцев 2023 года на Кипре подписано 11 519 сделок купли-продажи недвижимости. Это на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Лимассол остается лидером продаж, в нем продано 3842 объекта недвижимости. В Пафосе подписано 2603 контракта, что на 28,3% больше, чем год назад. В Лардыке продажи выросли на 35,4%. В Некосии владельцев сменили 2159 объектов, что на 5,7% больше, чем в 2022 году. На свободных территориях Фомагусты продано 567 домов, квартир и вилл, что на 15,7% больше, чем в 2022 году. А я напоминаю, что в середине ноября я перемещаюсь на Кипр до конца года и буду вас радовать новостями уже с этого прекрасного острова и покажу, что же там происходит сегодня. Да и что ж тут юрить, немного погреюсь на солнышке. Это были все новости на сегодня. С вами был Александр Назаров. Я рад, что вы смотрите мои обзоры. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайк, если вам нравятся мои выпуски. Ссылки на все новости, озвученные в сегодняшнем эфире, находятся в описании к данному видео. Если вам интересна какая-то тема, обязательно оставляйте комментарий. Я все просматриваю и всем отвечаю. Всего вам самого хорошего и обязательно здоровья. В Сибири набирают обороты мороз, поэтому одевайтесь теплее. Субтитры создавал DimaTorzok